ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Идея установки алкозамков на автомобиле водителей, которые попадались пьяными, жива. Проработкой инициативы занимаются ГИБДД и Минпромторг. По всей видимости, придется менять административное законодательство. Мировой судья, лишая гражданина прав, будет обязывать его по окончании срока лишения раскошеливаться на покупку алкозамка. Устройство будет интегрировано с системой Эроглонас, так что компетентные органы смогут отслеживать маршрут передвижения вероятного алкорецидивиста. ТРАССА 101 ГИБДД в начале лета решил напомнить о том, что в нашей стране действует закон, запрещающий оставлять в машине ребенка младше 7 лет. Вернее, оставить можно, но на срок не более 5 минут. В противном случае водителю грозит штраф 500 рублей или предупреждение. Правда, данные предписания мало кто соблюдает. Периодически всплывают сообщения о том, что в таком-то городе чадо, оставленное в салоне автомобиля, задохнулось из-за жары. Это уже уголовная статья. ТРАССА 101 Госавтоинспекторы получили новое специальное техническое средство, позволяющее выяснить, соответствует ли стандартам уровень световозвращения дорожной разметки. Попросту говоря, стерлась линия или нет. Аппарат впервые опробовали в Костроме. Не обошлось без конфуза. Прибор забраковал разметку, нанесенную всего лишь несколько недель назад. Пришлось возбуждать административное дело. Но в Кирове таким устройством сейчас и измерять-то нечего. Разметка после схода снега у нас традиционно исчезает. ТРАССА 101 В начале июня Киа обещает официально представить Sportage пятого поколения. Когда кроссовер доберется до России, пока неизвестно. Цены на четвертое поколение сейчас начинаются от 1 миллиона 700 тысяч рублей с учетом скидки. Новинка получит другие фары и задние фонари, иные бамперы, решетку радиатора. Внутри, например, единый блок из цифровой приборной панели и экрана мультимедиа. В линейке двигателей, как ожидается, будет гибридная силовая установка мощностью более 200 лошадей. ТРАССА 101 Новые пикапы в нашей стране особой популярностью традиционно не пользуются. Правда, в апреле спрос на них в сравнении с тем же месяцем 2020-го вырос почти в три раза, констатирует агентство «Автостат». Всего было продано почти тысячу авто. Наиболее популярным стал Toyota Hilux с начальным ценником 2 миллиона 700 тысяч рублей. На втором месте у УАЗ «Пикап» минимум 1 миллион. Бронза у Mitsubishi L200, цены на которые стартуют с отметки 2,5 миллиона рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхакирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова